Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Heroes Rest. В прошлый раз мы добавили с вами несколько еще классов в нашу колоду, так сказать, грубо говоря, и, собственно, сделали небольшой отельчик. И, как видите, у нас даже есть товарищи, которые пользуются сиим отельчиком. В коридоре он не захотел спать, как вы понимаете. А вот здесь похрапунить он решил... Я его что-то выделить только не могу. Да, у него хпшечек и маны чуть не хватает, и он решил, собственно, привести себя в порядок. При этом зелем он уже обзавелся, поэтому молюдец. Он пока что 22-й только по СР, но я думаю, что он подрастет и станет еще лучше. В чем же у нас теперь проблема? Нам теперь нужно, по сути, выходить в следующий тир вещей. Как вы понимаете, это довольно болезненно и сложно. Я не знаю, насколько у нас это вообще получится, потому что мы не можем спаунить, грубо говоря, никаким раком высокого тира ресурсики. Поэтому у нас есть опция делать это через зелье. Сейчас мы это перепроверим. Так, здесь у нас зелье дает 35% шанс получать Т1, Т2 предметы. Reduce Quest Time, кстати, очень классное зелье, на самом деле, но собака очень дорогое. Монард вернулся, поздравляю. Так, доп.экспо, кстати, есть. Тоже неплохое, и тоже очень дорогое. CR Decrease, CR Increase у нас есть. Additional Reward Gain. В принципе, неплохо, но, наверное, того не стоит. Что это мне подсказывает? Так, мы завершили анимал-бистов, да? Это хорошично. Бандитов еще завершить, и будет вообще супер. Будет вообще класс. Так, дальше у нас что? XP бонус 20%, 25% шанс прохождения, 35% морали. Вот это зелье нам очень надо. Но, как вы могли заметить, есть некоторые сложности с ним. О, бандитов закрыли, да? Молодчики. С ним есть некоторые сложности по той причине, что оно очень-очень дорогое. Нужно, вот второй и четвертый тир трав, что, в принципе, не то, что бы реализуемо в нашей реальности. Ну как, мы можем? Мы можем, конечно, но оно не так много нам даст, как нам бы хотелось. Так, давайте еще раз проверим, в чем у нас проблема была. Во-первых, это было дорого. А, здесь требуется бандит, а не кобальт. Оу, щет. Тогда мы вообще в заднице. Тогда мы вообще в заднице. Проблема в том, что мы можем за раз делать только по 10 ресов, и на каждый рес еще и отдавать приличное бабло. Что немножечко меня смущает. Совсем щи-щи-щи. Но все-таки, я думаю, через это можно проходить. С учетом, что на последнем ускорении сам процесс достаточно быстрый. И мы можем его перезапускать. Единственная сложность тогда остается действительно в том, чтобы этих ресурсов у нас было настолько завались. Если по деньгам мы еще вырулим, мы постоянно можем выходить в плюс. То нам нужно сделать так, чтобы у нас товарищи еще улетали в плюс по ресурсу. А это значит, что здесь нам хотим мы или не хотим, нам придется все-таки это все расставить таким образом, чтобы наш товарищ мог их собирать и выкладывать вручную. Я на всяк пожарный, наверное, даже перестрахуюсь. Мы сделаем вот так вот. Почему я тебя не расширил вообще? Погоди. Давайте его расширим. Чего мы мучаем жопу, когда можно ее не мучить, правильно? Давай мы тебя расширим. У тебя будет нормально место. Ты сможешь и бегать, и прыгать, и вообще все на свете делать. А, ты же у нас лакшери. Прошу прощения, я забылся все. Ты у нас немножко люксовый типочек. А шо? Шо с окном? А, я пол хочу перейти, понял. Вопрос закрыт. Так, добавляем твоему люксу вид. Отлично. По традиции ящики куда-то в задницу спрятать поглубже. Так, это оставляем в центре, чтобы я видел. Мы в целом, и мы можем здесь еще один выход сделать, на самом деле. Ну да ладно. Так, суть затеи была в чем? Суть затеи была в том, чтобы выставить эти кусты таким образом, чтобы он... Нет, мне не надо новые создавать. Мне надо перенести. Не путайте, пожалуйста. Выставить их таким образом, чтобы нас товарищ мог их, собственно, засаживать. И желательно... Ну ладно, собирать так и быть мы будем. Ну шо б он мог ими в целом управлять. Потому что до этого он жаловался, что он не может до них дотянуться. Поэтому мы его спасем, скажем так. Если это так можно назвать. Самое смешное, что если по диагонали, то я могу их в упор ставить. А если не по диагонали, то не могу. В чем смысл? Я не совсем улавливаю. Ну ладно. Он тут заманается, конечно, бегать. Но я думаю, он привыкнет. Я думаю, он привыкнет. Он подходит к ним с одной стороны. Поэтому мы делаем здесь пробельчик. Вот так. Вот так. Мне, кстати, интересно, за территорию он сможет выйти или нет? Это было бы, наверное, слишком просто, да? Если бы он мог выйти за территорию. Скорее всего, не может. Это было бы слишком, мать его, легком. Но точно я ему сейчас сделаю еще одну дверь. Чтобы он мог быстренько, в случае чего, выбежать наружу. И, собственно, все здесь привести в порядочек. Раз. Два. Вот так вот сделаем. Это будет занимать какое-то время. Но будет занимать не мое время. Вот в чем основная прелесть. Так, дружочек, смотри, вот это мы у тебя заберем. Отдай сюда. Так, тебе мы поставим... Ты у нас в лакшери? В лакшери. Сюда мы тебе впилим еще одну дверь. Кайфуй, не хочу. А теперь шуруй работать. Ускори на шуруй, пожалуйста. Так, Вирджо увернулся. Там он дотянется до шести. Здесь до шести дотянется. Здесь мы можем ему еще даже поставить. А я, кстати, не знаю, он среагирует или нет. Можем заодно проверить. Скорее всего, нет, конечно. Вот так, если я сделаю. Он ставит три, забирает свой бобос. Ставит три, забирает бобос. Занимает у него это время, факт. Но это не критично. Я прошу заметить, что он, по идее, снаружи обходит. Хмм. Тогда мы можем еще одну схему проверить. Ему вроде бы как хватает одного блока даже, чтобы пройти. У него там очереди нет? У него там очереди уже конкретные такие. Мы отвлекаем его от серьезной работы. Куда он пошел? А, он их заигнорил вообще? А нет. Все, все три сделал. Молодец. Опять эти подставные сейвы. Трейдер бежит к нам. Ну, теперь будь добр. Расторгуйся с этой всей толпой, которая к тебе пришла. Так, и что мы видим? Тут ресток мы видим. Отпустил одного. Эти ушли просто. По неизвестным мне причинам. Они, видимо, просто повтыкать зашли, да? Окей. Ничего личного. Хотите, втыкайте. Я как бы не против. Так, тревеллер пришел. Все, погодите, я Беринга проверю. Мы можем полдроны второго тира, по идее, сделать сейчас. Давайте Беринга их оформим. Только я замедлю все-таки, чтобы второго тира не убежал. Так, полдрончики второго тира наши цыганские. Десятку давай оформим. Ага, ага, что такое? Ага. И легендарка второго тира. Кстати, по-моему, первая, да? Или нет? Я не помню. Но это и хорошо. Так, на вторую часть нам не хватает. И теперь мы идем к нашему товарищу. И проверяем. Обмен неравноценный абсолютно, на самом деле, по коже. Но хер бы с ним. Мы меняем десятку. Давай чуть быстрее, пожалуйста. Спасибо, и меняем еще сразу же десятку. Ну, короче, в целом мы отсюда плюсы точно вымем, но... Я не знаю пока, насколько у нас это будет удачно получаться. Так, и давайте сразу шлемы. Сразу же шлемы второго тира. Ветеран! Двенадцатого левела героя у нас есть. Нойс. Спасибо больше. Так, делаем здесь еще... Ой, куча рара. Зелье заканчивается? Что? Чего, простите? Отцепись, отцепись. У меня там зелье михает уже. Тихо, быстро, быстро, быстро. В зелье в арню. Товарищ. У тебя сегодня, видимо, профитный денек, прям я б сказал. Так, что же мы сделаем? Что же мы сделаем? Нам нужны ресурсы, нам нужны и все на свете нам надо, на самом деле. Так, запускай стандартную линейку. Здесь мы можем шесть сделать и слава богу. Так, дальше комбинация еды на экспу. Давай, нам надо их приподнять, обнять. Чем быстрее мы их по экспе приподнимем, тем лучше. Давай, чуть больше экспы. Все, этого должно хватить на какой-то период времени. Так, и торгаш. Торгаш, в первых, давай мне кейсы. Кейс, нормальный кейс, кстати, как за два жетона. Неплохой, согласен. Говнище откровенное. Вот лучше пшеницы, да, на самом деле, ну да ладно. И как раз пшеница. Так, пока она супер дешевая, мы сейчас наберем. Я же хочу все-таки империю пивашную делать, поэтому я не могу себя отказать в этом удовольствии. Еще десять давай. Вот теперь другое дело. Там у нас четыре надо. Этот дает нам шесть, нам надо четыре, и там еще четыре. Давай еще два раза. Так, хорошо, этот есть. Говнишко будем продавать ему? Давайте продадим. Нам от говнишка толку все равно около ноль. Пусть люди даже не тратят свои средства на сей продукт. Вот, естественно, сейчас надо будет все рестокать, но ничего страшного. Ничего страшного, оно того стоит. Вон, пожалуйста, клоченый вообще дерьмо дерьмом. Смешанное с дерьмом. Так, и астральные клаки у нас тоже почему-то вышли очень херовые. Так, хорошо, что-то нам еще надо было. Дерево второго тира есть. С травой у нас что-то как-то странно приключилось. Ну, траву мы еще сейчас высадим, наверное. Пока жди. Пока жди. Так, давайте закроем ее империю с пивашкой. Аккуратненько. Отлично, 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 отлично. И на одну не хватило, да? Не хватило в первую очередь дерева, да? Да. Амбрат, дай-ка еще дерево чуть-чуть. Ничего личненького. Надо просто немножечко запивашиться. Стоп. Четвертый джитердон. Да, давай сюда. И у нас остается сколько? Одна полоса, да? Ты сюда становишься? Да, у нас еще одна полоса. И по идее вот здесь влезет, но он уже вываливается за уровень. Ну, в принципе, похер, наверное. То есть нам по-хорошему нужно еще пять. И еще пять. Соответственно, еще десять штук поставить. Это дорого. Но это моя личная прихоть. Тут как бы ничего не поделать. А, еще и склады, наверное, лучше увеличить. Потому что если мы будем за раз делать... Сколько это получается? Если мы здесь добавим 30 пивашек, получается, да? Это будет впечатляюще, мягко говоря. Пока что мы делаем только двадцатку. Так, давайте я сюда лопану еще склад большой. Пока что можем себе позволить. Давайте вот здесь будет на старом месте. Так, все, все довольны? Все довольны. Еда, правда, сейчас будет улетучиваться. Так, ты, дружочек, мне вроде бы пока не нужен. Поэтому можешь отдыхать. Кобальдов перебьют. Альфа-пак, к сожалению, пока нет. Хотя у нас уже есть левельные герои интересные, но... Не будем даже проверять, на самом деле. Так, выполнение задания 99. Сто процентов, сто процентов, 95. Ну, короче... У нас шанс вообще фейла очень низкий. Хотя наши все равно умудряются фейлить иногда квесты. Но, что ж поделать. Так, давай к тебе вернемся. К тебе вернемся, к тебе вернемся. У тебя не так уж много места. Вот в чем беда. Могу ли я это куда-то втулить? Втулить не получится. Это херово. Вот сюда могу втулить. Давай-ка мы тебе тогда еще поставим. Не знаю, как ты это вынесешь. Переживешь, перенесешь. Но мне надо, чтобы это было. Раз, два. Три. И попробуем сейчас отзеркалить. Но тогда они не влезут, да? Эй, еп, тогда они не влезут. Ну ладно, что ж поделать. Что ж поделать. Засрунька им пока что так. Эти рестокнем тогда вместе уже с этими. Все. Оставляем как есть. Трейдер Ливинг, до свидания. Так, и самое важное, что мы сегодня должны были сделать, мы должны были загрейдить наш тренинг-граунд. Сейчас только единственное, что проверю. Тут мы будем, кстати, еще накидать сразу же. У нас кожа есть, в принципе. Единственное, что мне не ясно, будет ли он рестокать, если они вот здесь в ряд будут стоять. Будет ли он их вот так обходить? По шесть лета, это было бы удобненько. Если нет, печально. Поэтому что? Правильно, надо проверить. Надо убедиться, что это так работает или не работает. Других опций у нас нема. Опять же не уверен, что оно правильно становится. Вот так вот должно быть, да? Шо-шо? Оно создало звук покупки, а покупки самой не было. Товарищи, давай проверкой, иди рестокни. Я, конечно, зря сейчас рестокаю, но похер. Так, ты решил счетырить, я тебя понял. Намек я твой уловил, пирожочек. Этот он точно рестокнет, и теперь мы его закрываем вот тут. Вот таким образом. Что ты теперь скажешь? Мне главное, чтобы ты вредничать не начал. Все остальное не столь важно. Так, он сейчас рестокнет ближе. Нет. Он обходит по внешке. То есть, в принципе, вообще никаких проблем. Как он про... Я ж правильную сторону повернул. У нас выход сюда. Нахера ты обходишь аж с той стороны? Он, правда, тут на полдня пропадет, когда будет все это рестокать. Но это уже совсем другая история. Вот, его и так уже трое ждут. А так у него будет там целая толпа. Ну ладно. Так, мэджист, что надо? 34 травы третьего тира. Не жди от меня. Они достаточно дорогие будут. Еда это есть. Пшеница тоже очень дорогой сейчас будет. Баляха. Ну, 12 дней зато. Ну, давайте, нам же главную репу не терять, правильно? Абсолютно правильно. Так, давайте закроем, что есть. Так, 170 забирай. 9 забирай. Ну, в принципе, я тебе больше ничем порадовать не могу. У меня 20-ка есть. Но мы помним, что... Ну, хотя она на старте дешевая. Но потом она становится очень дорогой при покупке. Окей, разберемся. Комплит 15 Royal Quest. Это очень надолго. Альфа-пак, давайте глянем. Ну, мы сейчас уже не успеем с альфа-паком ничего сделать. Это факт. Но до будущего. Давайте я быренько просмотрю. Покупка за покупкой. Покупка за покупкой. Страшные звуки. Вот так, замедляемся. Давайте, быренько, слэй. Animal Beast, Дэн. 33-й нам нужен. У нас подходит только один перс пока что под этот параметр. Увы. Поэтому я думаю, что нам надо будет прям конкретно таким дать. Не то, чтобы просраться. Скорее наоборот. Поработать над собой, потренироваться. Поэтому мы сейчас за лагерь, собственно, и возьмемся. Так, Rabbit Trap обновились. Давайте. Росток. Rabbit Trap это те, которые мы еще тогда ставили, да? Куча кожи. Давайте мне побольше второго тира. Так, брат, ты пока свободен, да? Шуруй. Там работы надолго. Там работы надолго, но мы свою кожу получим. Так, что я еще хотел? Собственно, да. Наша основная цель. Можно двигаться, пожалуйста? Спасибо. Так, смотрим, что у нас здесь вышло. У нас здесь вышли места очень странные для тренировок. И у нас очень мало теперь этих мест. Поэтому давайте-ка я вот это запихтарю. Не надо создавать новое, пожалуйста. В этом нет нужды. Так, теперь у нас один только флаг остался. Что он от нас требовал? Он от нас требовал... Все у меня есть, в принципе, из того, что он требует. Так, ставим вот сюда. Здесь у нас, наверное, будут ближники. Почему его наискось поставил? Ладно. Хрен с ним, допустим, я так и планировал. Так, здесь мы поставим, собственно, три штуки. Поможешь? Спасибо. Здесь мы ставим три штучки. И вот здесь ставим три штучки. Это, чтобы всем милишникам точно было место. Так, тебя убираем. Ставим еще один флажочек. Но его ставим вот сюда аж. И тут у нас будет работа с дальниками. Хотя, я не уверен, что оно прям получится. Но сейчас глянем. Так, для дальников. Просто для них нужна вот эта широкая местность. Это меня чуть угнетает. А тут уже флаг же не работает, да? Или работает? Ээээ. Ну, он там на полшишечки будет работать. Но все равно нам надо, надо. Чтоб мы себе там не придумывали, нам это все равно надо. А я могу вот так поставить? Ну, ладно, не будем. Не будем испытывать судьбу. Все, замечательно. Я думаю, что хлопцам хватит. Мне интересно, если мы поставим в обратную. Мы можем поставить друг напротив друга их. Не уверен, что это будет хорошая идея. Поэтому пока оставим так. Все, мы увеличили количество мест, где они могут тренироваться. Я думаю, что они этим воспользуются. Не оставят, так сказать. Без дела. Так, еще у нас месячный. Точнее, этот. Будет дневно-недельный. Надо бы кристаллов побольше получать, на самом деле. Сейв. Как всегда, как всегда сейв. Как я про него забывать вообще успев? У нас тысяча металл. Лол. Пора делать металл тогда. Раз у нас тысяча. Что, у нас закончили броня? Нет. Оффендагеры и... И, 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 и одна ручь. Давайте клепать. Так, офендагеры мы в прошлый раз, да, заготовили. Замечательно. Выделим, выделим. Все супер. Десять штучек оформлены. А, вот почему они закончились. Потому что у нас было много говна, насколько я помню. Забыл заградить вовремя. Ладно. Так, офендагеры и ванхендед сорт. да давай почему 9 а пуша я нажал один раз а ущет рождается лиги замечать меч дуракам так давай это оставляем принципе пока горях жаловаться но можем еще по пятерке обычных наделать давай пятерку сюда и двуруча тоже грудь и даже 6 надо давай тухин тут 6 ай не выбрал ай-яй-яй дурак зачем ты так сделал ладно будет некрасивые мечи таскать так с этим разобрались дальше по деревяхи шо отсюда не могу все равно надо выходить фу гадость так щиты заворачиваются у нас щит надо кстати перейдет мы кому стандартный там оставили давайте-ка проверим да 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 мы оставили стандартный давайте им сделаем гигантские щиты орнаменты здесь ну такие себе честно говоря давайте квадратик а и все как орнаменты сообщит меняем или сделаем поменьше нахера нам эти спартанские гигантские так затемнение тут у нас внешний металл самый темный от центра цыганского то нет есть вот желтый просто светлое дерево ну давай желтый что я могу сказать орнамент за цыганить мы можем а можно в обратном порядке а ну что так что так говена смотрится честно говоря а если оба затемнить мне кажется вот так даже лучше это выглядит как самый галимый щит какой-то первого тира на самом деле ну такой есть не будем как бы туда преувеличивает так сказать так а вторую шустрей будет она понял внутри кстати мы можем второй сразу заварганить так давай сразу создадим щитовики у нас одни челики это сохраняем это удаляем пожалуй так тир 2 сейчас глянем что у нас здесь есть а вот это уже интересные орнаменты естественно с крестом мать его цыганский крест цыганский в обратную идеально верни на базу так щиты какие у о о о о ля ля о ля ля но правда под такой крест действительно нужен большой щит вот такой давайте мне нравится у него расцветка сразу подходящие поедем только единственно что наверно дерево посветлее было бы неплохо ну тогда выглядит херово я не могу себе это позволить так хорошо это у нас тир 2 до сохраняем под наших чичиков тут просто меняем цвет сейф комплейт пожалуйста 10 штучек оформить о май гад сразу же легендарный тратер щит красота стараться не жить но все равно много брака дефицит честных все равно многовато выходит говнишка ну да ладно так посохи начинает заканчиваться давайте их сразу же посмотрим кстати что на позахе надо посох у нас тоже дерьмо откровенно ну кстати можно дерево забрать отлично второй тир посохов что у нас требует объяснить пожалуйста это забираем но тут беда он уже по два дерева требует следующего тира это дороговато пока хотя мы принципе ну ладно давайте пока не будем пока не будем давайте я вот этот отменю нахер мне не нравится как он выглядит так долбежку мы можем поменять но долбежки первого тира они как естественно полагается шляпные максимально кривой посох я не хочу наверное давайте вот такой ровненький супа цыганщине у и светлого дерева довольно забавно будет смотреть так так как это магическая шляпа мы можем ее немножечко немножко добавить магии фиолетовой пусть будет можно кислотную конечно думаю не над либо можем действительно сделать темный саму древесину не темно не так смотрится красиво давайте светлые с темными прорезами сохраняем это дело естественно для наших любимых магов 10 штук поехали я надеюсь вам этого хватит на какой-то период времени нам надо кстати за грейдит легендарок наделать еще из тех предметов которые мы ранее не делали я заглянем их так и у нас начинает опять все кожаные заканчиваться ну ее просто я только лицом пощелкал там еще не взошло нет все нормально так быстренько родные наши полдроны почему-то сразу же разобрали но я принципе догадываюсь почему после второй тир все-таки сочно сравнение с первым который уже никому нахер не сдался она конечно гораздо сочнее я их за это не осуждают второй тирадор о для гитарочка заехал подсевочки большое спасибо 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 так и шлем это же история мы склады так никогда не забьем сам ну да ладно так теперь меня интересует первое полярм и сейчас мы посмотрим по перечне полярмом который у нас есть так и варшу ол ты не тот вот weapons что у нас готовые полярмики которые у нас на 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 они у нас силовики кстати у нас мог а но тут все равно смесь силы с этим на я еще не могу по этому лову сертина папа этом на ему сертина ладно хрен бы с тобой тут вообще мэджи какого-то хера конституция ну короче пока я вижу только вот этот смысл грейдить у нас 50 кристаллов ну давай уже рожай он что-то пытался там дальше грейдить муж не надо так луки давайте смотреть лук дэкстерити дамаг дамаг в основе интеллигент магика я все по давай эпик и легендарь и пожалуйста ради не раздается вообще так есть есть еще что хорошее по лукам магика конституцию понял пока все грустно скажу так по секрету вот экстрите издавать его о боже о боже плюс 1 дэкстерити один х зато 12 это самый худший апгрейд официально но его кто-то возьмет кстати шутки шутками но кто-то его возьмет так из кожи у нас колчаны 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 с начинами у нас беда до интеллигентс дамаг можно отдельно колчан его пасимах так чистый дамаг плюс 6 все остальное говно откровенная ну просто просто говнище сказал конституция стричь за магнуть не так уж и по магика здесь не нужно вообще дэлджинс дамаг стрэнч ну давайте вот этот еще гридаем пусть будет разнообразие ради естественно не с первого раза со второго так хорошо и собственно 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 этот мы пытались заградить там нечего давайте смотреть тогда здесь так что у нас тут ты не то мне показываешь так что у нас тут of hand давайте смотреть интеллигентс трэндж дамаг вообще мимо стрэндж дамаг мимо или вот же стрэндж мимо дэкс 3 плюс 2 это очень плохо на самом деле вот чё их и не берут то пушеник говно собачь все максимально оправданно и логично то есть плюс один хп один интеллект говно собачь так хорошо здесь у нас хоть что-то хорошее есть плюс 11 интеллекта как вам такой прикол такая рендагер опять же все что в принципе им хорошо подходит по параметрам они их сразу выкупают они лицом не щелкают они вообще лицом не щелкать но если какое говнище они его не трогают понял этом это мимо это даже кредит не буду так магика конститюшн конститюшн интеллджинг интеллджинг хэлс да то есть они откровенно и дерьмо просто сами не берут и все нам даже не приходится мучиться с выбором шуба кого-то магика понятно еще и со второго не за грейдил да да грейди уже раз такая пьянка то ты собака с утру просто камни из меня дует так из тишин да они все говно они просто все говно нам нужен короче аудитор отдельный перс у которого даже может своя локация будет который будет сидеть это все дерьмо перебирать мне кажется это было бы супер но видимо нам не судьба так лаки у нас что ну сила интеллект в принципе ладно еще хер с ним если один параметр плохо это это не не финальная еще стадия ну вот силы и дамаг уже неплохо силу дома конститутно нормально с этим уже можно шастать я надеюсь ребятки в это все побыстрее выкупите пуша я манал серьезно нам надо подождать какое-то время вот после рыстока посмотреть когда появится первое сообщение что не хватает экипировки просто всю экипировку которая у нас есть выкипировка нахер и собственно дать свободу челикам так я что не сажал ничего давай на пересадку я понимаю что алхимика поток но алхимик надо поработать надо дружочек поработать и так что мы имеем 34 все еще в топе у нас только 34 но мы стараемся мы стараемся их из этого ужаса вывести но пока не то чтобы получается на самом деле так где у нас где у нас манар 28 вообще какого-то черта 26 а где вернул вернул 34 при этом он только девятый уровень монард 11 и не понять почему них сер так скачет чон скачет угомонись определись в конце концов но я спокоен за этих персов у них шанс сдохнуть очень низкий зафейлить квест еще бог с ним но прям сдохнуть шанс супер низкий я еще думаю что мы вот здесь должны замену произвести небольшую полшину в confidence пусть будет сюда все равно никто не ходит правильно тут я крафчу в основном давайте я вот эту херню уберу сюда пихаем вот так и вот так чтобы ему не надо было бегать вот так вот кругами сэкономим у немножечко время не против если здесь будет стоять 0 я чувствую что она ему помешает пройти причем очень сильно помешает давайте сюда спрячу вот так все вроде бы процесс прошел так ребят рэпы еще одна партия собралась давайте буренькой и выколупываем дружочек ты не поверишь для тебя опять есть работа маг обиделся понимаю понимаю как бы и ничего против не имею так ты у нас кожник давайте проверим все станки где он есть у тебя товарищ бляха надо варево вот это еще переставить давай это сюда чтобы я когда подлетал я хоть видел отлично так варева переставили у вас дружочки пирожочки это херня еще в работе и инструменты тоже запускай усёх вроде разобрались блях он только одни собрал тут уже в торфе он еще даже не высадил новое но ее просто товарищ я понимаю что для тебя нагрузка наверно не хорошая но и ты нас пойми он там горбатый ходит недовольный до ужаса трейдер березу шо мне надо было шо мне надо было шо мне а точно у меня роял квест но придется и то и то купить но это будет супер дорого это очень очень дорого будет то есть даже с учетом что нам 104 надо мы тут можем все деньги оставить просто разов на самом-то деле ну окей давай торгаш фиксируйся сейчас будем что-то с тобой решать так куча пиваса мне пивас дико нравится именно за то что мы его абсолютно бесплатно получаем уже кунф куда твой серьезно так быстро но я подожду я подожду честно говоря а хотя чё ждать трейдер как раз пришел все карты в руки так сказать ну давайте рискнем давайте мы сейчас освободимся вообще от всего до легендарок то есть абсолютно все что не является легендарным она в нашем глазах числится теперь как брак поэтому все-все-все-все-все сдаем нахер а он читает этот эпик уже хайк валить окей давай до фиолетово сейчас пеплы охереют как вещи пропали все я не засек разковы бабло на старой тему там 290 чем-то скорее всего говнина просто просто весь сток нас слили к хера главное так не продать сейчас эту еду и бихи зелье а то будет неприятно чуть-чуть не не бреди все продаем 325 довольно быстро подняли бабло но теперь самое загадочное сейчас будет во вот это дело во первых у нас этих трав нет вообще а надо нам 34 но тридцатку считайте мы уже отдали ну почти тридцатку ладно а сейчас будет очень больно но я это делаю только ради репутации серьезно 135 у нас есть 31 соответственно 104 надо взять просто смотрите на цену 69 раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 20 чем-то штуку летела еще 10 30 штук считается это это жопа то есть мы выгода отсюда вообще никакой не получили еще и нам оборвали к еф от того чтобы пиво доставленного но мы зато защитили репу и получим камушки души и еб два камушка и 32 тысяч но принципе мы не то чтобы сильно потеряли но репу сохранили мне кажется это успех так теперь смотрим что самое смешное на наши стоки и они пустые как мать его никогда просто серьезно просто галяк и это все надо будет сейчас перекрафтить как вы понимаете хорошо ребятки пока я сделала с вами небольшую паузу спасибо большое за просмотр не забывайте комментируйте видео и конечно же нажимайте на колокольчик и мы с вами встретимся в следующем эпизоде пока пока